Вы задержаны правоохранительными органами специального назначения СБУ за нарушение 120 статьи Уголовного кодекса Украины. Пожалуйста, я вас умоляю, не надо, не звоните родителям, не приезжайте, я просто пошутил, умоляю, это была всего лишь шутка. Здравствуйте, уважаемые мне люди, как вы себя чувствуете? Надеюсь, хорошо, потому что для этого видео вы обязаны чувствовать себя хорошо, а если нет, то пошел на... Да ладно, шучу пусть и оставайтесь. Смотрю, вам понравился ролик про Синих Китов, и я решил продолжить эту тематику, пообщавшись с Куратором. Кто не знает, кто такой Куратор, Куратор это человек, который раздает задания тем людям, которые желают поучаствовать в игре Синий Кит, или просто говоря, модер. И вот сама переписка. Приветствую тебя, я твой Куратор в игре Синий Кит. Напиши, ты готова играть? Привет. Да, конечно готова. Хорошо, а теперь несколько вопросов. Почему ты решила играть? Да, катку в доте слила, потом на маму наругалась, она меня ударила, и я сказала, что я ее ненавижу. А потом я больше недели дома не появлялась, и поняла, что хочу переродиться. Начав игру, ты уже не сможешь выйти из нее, а если оступишься, то мы причиним тебе вред. И не только. Ты готова идти до конца? Да. Ты знаешь, как в нашу игру играть? Я имею ввиду, тебе объяснять все? Еще я, короче, посру, все будет нормально, отвечаю. Эммм, че ты подозрительная? Ты в курсе, что когда ты начала со мной переписываться, ты уже начал игру? Давай без шуток, иначе ты очень сильно пожалеешь. Честно говоря, после того, как я отправил сообщение, связанное с туалетом, я подумал, что он сразу все поймет и в чец меня кинет, либо просто перестанет общаться. Фух, я тут, короче, такую кучу намолила, просто пиздец. Так вот, да, я не шучу, ты шо думал, что девочки не какают? Ну да, я знаю, правила там все, ничем мне объяснять не надо. Давай, жду сегодня задание в 4.20, ведь так? Хмм, хорошо, я тебя предупредил. Если ты обычная шмара-приколиска, то хорошим это не закончится. До тебя много кто шутил, хорошие люди были. И тут я решил приступить к плану, я отправил ему голосовое сообщение, где я прочитал текст с измененным голосом от имени СБУ. И после этого отправил фотку какого-то IP-адреса. Да вообще не будет чё это такое, но, типа, я его вздумал, там, IP-адрес нашёл, ну, поняли, да? Я был уверен, что он на это купится. И чтоб не думал, что и хер с горы, а реальность СБУ, типа. Кто не знает, парень сам попался из Украины. И в Украине правоохранительные органы специального назначения государства Украины это СБУ. Или как в России, ФСБ. Ну, не суть. После этого текста и скрина, парень долго молчал. Очень долго молчал, где-то минут 20. И даже проверял каждую минуту, вдруг он меня в ЧС кинул. И, типа, всё, ролику пизда. И вот он отвечает. Ой, а кто это? И что здесь за переписка? Я так понял, парень просто решил притвориться, что его, типа, взломали, и он вообще не при делах. Но я ему написал. Парень, бессмысленно притворяться, что твой аккаунт взломан. Мы видели, что с твоего аккаунта сидел только один IP. А если бы его взломали, было бы два. Я повторюсь. Мы уже вызвали наряд на твой адрес. Мы сейчас позвоним твоим родителям и будем разбираться. Парень, видимо, вообще охуел и полностью обосрался. Начал писать какую-то хуйню. Пожалуйста, я вас умоляю. Не надо. Не звоните родителям. Не приезжайте. Я просто пошутил, умоляю. Это была всего лишь шутка. Мы так с друзьями прикалывались. Прошу вас, не надо. Я обещаю, что так делать больше не буду. Я удалю все соцсети. Я очень сожалею. Ведь никто из-за меня не умер. Да и я просто по приколу всем писал. Задание из группы. И тут я ему хотел написать, типа, парень, мне похуй. Мы тебя накроем. Я не успеваю написать текст, как он пишет. О боже! Ко мне кто-то в дверь звонит. Это вы пришли, да? Пожалуйста, уйдите. Я реально пошутил. Не надо. Умоляю вас. Я уже весь красный заплаканный. Прошу, уйдите. И не звоните никому. Я все. Удаляю уже. Простите. После этого он моментально удалил страничку ВКонтакте. И у меня последствия был один вопрос. Кто ему, блять, там звонил? Тип, я сам ухуел. Вдруг реально к нему кто-то приехал? Ну хз. Это точно не я. Может, мамка пришла или батя. Да хуй его знает. Друг, наверное. Но пацан, походу, настолько обосрался, что у него там истерика была. Я, конечно, не хотел добиться такого результата. Я вообще думал, что он меня матом накроет и в честь кинет. Но вышло вообще не так. Хотя, думаю, мы уже достаточно его проучили. Я уверен, он так обрадовался, когда узнал, что это не СБУ к нему ломилось. А друг какой-то или, может, не друг. Это мы никогда не узнаем. Так что вот, ребят, какие тут кураторы сидят. Я уверен, это какой-то школьник-долбоёб. И он далеко не сильный программист, иначе бы он не купился на этот фейк АйП. Окей, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если да, то пиши в комментариях, что да, чувак, продолжай. Если нет, то я не буду это продолжать, потому что всё зависит от вас. Ну, давайте, ребят. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok